дорогие слушатели я думаю многие из вас смотрели известный сериал слово пацана кровь на асфальте я его тоже смотрел и для меня он смотрелся просто как фильм ужасов потому что все что происходило в этом сериале действительно имеет реальную подоплеку и происходило в нашей жизни я олег николаевич дунин кандидат юридических наук ассистент кафедры уголовного права расскажу вам про то что было в казани на самом деле казанский феномен это явление которое получило распространение в конце 70-х и больше 80-х годах и под ним мы в криминологии понимаем повсеместное распространение молодежных преступных групп организованных по территориальному признаку и вовлеченными в совершение преступлений общеуголовной направленности в основном насильственного и корыстно насильственного характера возникновение казанского феномена принято связывать с появлением и действием в казани известной опг банды тепляп или как они себя называли тепловских эту банду вы можете видеть на слайде и отсчет кровавых преступлений она начала середина 70-х годов надо сказать что к сожалению на тот момент правоохранительные органы советского союза оказались не готовы встречи с новым таким опасным врагом потому что до этого с 50-х годов почти 20 лет советском союзе не было ни одной банды не возбуждалась ни одного такого уголовного дела и когда в середине 70-х в спокойной благополучной столице татарии начали массово совершаться насильственные преступления причем совершаться кем подростками учащихся учащимися школ пт у техникумов многие из которых не достигли еще к моменту совершения преступления 18 лет правоохранительные органы оказались к этому совершенно не готовы про тепловских снято достаточно большое количество документальных фильмов они ушли в народ вошли в легенды стали примерами и мы не будем говорить о них много отметим лишь только что они были первыми и во многом проложили дорогу своим последователям говоря о казанском феномене мы не можем упомянуть о причинах его возникновения при этом к сожалению у современной науки нету однозначного ответа что же такого произошло в казани в начале середине 70-х годов чего не происходило в других крупных городах советского союза мы можем назвать лишь несколько причин предпосылок которые конечно носят весьма условный характер ну и во первых это универсальная причина для всего советского союза это та пенитенциарная политика которая проводилась в стране при иосифе виссарионовичу сталине при том что данный политический лидер брал достаточно твердый курс на борьбу с преступностью эта борьба приводила к тому что значительная масса советского населения проходили через лагеря а лагеря к сожалению и всегда это так было и будет не только исправляет осужденных но и дают им хорошую криминальную школу прививают криминальные нормы поведения установки понятия да как говорят сами преступники и где-то в середине 50-х годов пенитенциарные учреждения оказались настолько переполненными что единственным решением проблемы виделась молниеносная амнистия как ее называют беревская да по фамилии и так скажем инициатора и результатом этой амнистии было то что около двух миллионов бывших осужденных неисправленных преступников можно сказать оказались на свободе и разошлись по советским городам и весен также 50-е годы это очень крупные темпы урбанизации растут города растут промышленные объекта на большие промышленные объекты и стройки приезжают деревенские жители а для криминологии мы это хорошо знаем что город это всегда место где совершается гораздо больше преступлений чем деревне мы хорошо знаем что бывший деревенский житель оказавшийся в городе на положении маргинала человека утратившего свое привычное социальное окружение но не привыкшие к новому такой деревенский бывший житель это всегда потенциальный к сожалению опасный элемент с которым нужно работать работать с ним не всегда хотели и не могли следующий момент связан с тем что в 60-е в представители о казанских банд часто отмечали что в тех новых районах в которых они росли не было домов культуры не было секций кружков где можно было бы проводить время после школы родители родители работали очень много вот например на предыдущем слайде вот этот самый старший мужчина со светлыми волосами до в нижнем ряду это сергей антипов выросший в суконной слободе это старинный криминальный район казани а позже переехавший в район теплоконтроля он вспоминал что родители видел только ран утром когда они уходили на работу в 7 часов вечера в 7 часов утра а приходили они с работы только в 10 вечера и после двух часов после школы эта улица он был предоставлен сам себе и улица его научила не очень хорошим вещам ну и наконец надо отметить что определенные традиции и в сельской среде и на окраинах города связанные с совершением каких-то насильственных действий с драками они существовали всегда вот например шаляпин известный певец своих воспоминаниях писал о боях на булаке между жителями старой татарской слободы и суконной слободы которые находились по разные стороны собственно от озера и зимово когда озеро замерзала вот эти жители сходились в достаточно четко регламентированных боях где нельзя было бить лежачего где нельзя было драться ногами где нельзя было использовать оружие но сама привычка что парня из соседней слободы соседней улице надо бить она сожалению формировалась уже в те времена вот немножко иллюстрации по поводу урбанизации столкновения города и деревни вы сейчас увидите какая казань прекрасная большая какой-то урбани урбанизированный современный мегаполис а вот это изображение старой даже не очень старой казани здесь на цветной фотографии мы видим деревню савенко который располагалась примерно на том месте где сейчас загс чаша да а эта фотография ведь это конец 90-х годов еще тогда в городе сохранялась деревенская застройка на следующий черно-белой фотографии это улица тельмана то есть за современным госсоветом где сейчас у нас элитный поселок элитное жилье и вот последние фотографии нижние это красная позиция видите на том месте где сейчас студенческие общаги недалеко от них там еще деревенские дома и во многом жители вот таких районах не очень социально благоустроенных они и давали кадровую подпитку становящимся группировка и надо сказать что молодежные пг конечно существовали не только в столице татарии мы знаем о молодежных бандах в лан-удэ в таганроге в ульяновске на окраине питера и москвы но в казани пожалуй это явление но достигло наибольшего своего расцвета и мы можем выделить некоторые признаки у пг казанского типа которые поистине уникальны для криминальной истории россии но во первых это территориальный признак который сам по себе не нов для молодежных группировок парни дерутся с парнями соседних деревень по всей россии но только в казани вся территория города оказалась под контролем молодежных банд мы прекрасно знаем в москве вот эти все наименования до солнцевские ореховские но солнцево и орехово это периферийные районы фактически подмосковье они сама москва в казани мы знаем о существовании так называемых контор молодежных о пг как они себя тогда называли которые базировались на центральных улицах кремлевские бродовские на улице баумана тельман рабочий квартал это вот скажем сердце казани такого не было наверное ни в одном городе позднего ссср да и в россии также каждая из этих группировок она имела свою символику свое обозначение которое они очень любили писать оставлять на местности и до сих пор старые подъезды старые фасады старых домов гаражи в казани исписаны обозначениями ну как правило это заглавные буквы обозначающие группировки например хт и корона расшифровывается ходит октаж одноименная группировка короли или вот например три буквы к к к к к к к к рамаль и казани или т.к. тукаевский короли ну и так далее и так как группировок было достаточно большое количество исследователи называют цифру 100 120 группировок на середину 80-х годов то все эти обозначения до сих пор можно обнаружить в старых районах в домах которые не знали капитального ремонта вторым отличительным признаком о пг казанского типа было наличие очень сложная организованной иерархической структуры и это иерархическая структура она органично проистекала из возраста участников совершенно естественно что с так скажем учащиеся 7 класса будут дружить со своими ромесниками слушаться тех кто постарше и помогать теми кто помладше и группировки унаследовали эту структуру при этом самые младшие члены у пг обычно попадали в группировку достигшего возраста ну где-то в среднем 12-14 лет самая младшая возрастная категория называлась скорлупа дальше шли супера дальше младшие молодые средние старшие и вплоть до стариков то есть тех ребят которые возвращались из армии и уже могли покинуть группировку не быть активными и членами обратите внимание на этой фотографии совсем еще молодые ребята я так подозреваю это позднее 80 то есть это учащиеся старших классов учащиеся техникумов в будущем это в середине самый главный наверное без привлечения можно сказать бандит казани хайдер закиров лидер крупнейшие организованные преступной организации возможно даже всего по волжье жилплощадки которая получила название от одноименного района ну здесь вот на слайде вы можете увидеть как структурно делились казанские группировки сверху вниз по возрасту и еще было территориальное деление по коробкам коробка это казанское обозначение одного двора два дома которые смотрят друг на друга образует что-то вроде коробки эти коробки и дворы образовали улицы а улицы образовывались в союза и вот карта 80-х годов вы видите как весь город расчерчен на территории не дай бог жителю одной территории оказаться на территории враждебной группировки последствия могли быть самые плачевные в основном били но могли в том числе и убить следующий у нас признак о котором я уже вкратце говорил то что участники этих группировок совершали большое количество насильственных преступлений преступлений мало мотивированных потому что 80-е годы у уличных пацанов было достаточно мало финансовой заинтересованности и и просто не могло быть потому что в советской татарии в казани не существовало бизнеса не существовало каких-то больших источников теневого дохода поэтому насилие было бессмысленным и от этого возможно гораздо более беспощадным вот здесь на слайде вы видите одни из основных оружий уличных войн на первом слайде вы видите шары от подшипника то есть детали из автомобильных колес которые использовались как метательное оружие в драках а на второй картинке вы видите баллончики от сифонов это детали газировальных аппаратов которые позволяли приготовить газировку из любого напитка сладкого или не очень сладкого а вот если эти баллончики немножко изменить отпилить у них узкое горлышко насыпать туда пороха поджечь то мы получим маленькую гранату которую можно кидать своих противников перед тем как сойтись в рукопашной схватке ну и конечно орудия рукопашной схватки это арматуры ножи ну и все тяжелое что попадется под руку по городу постоянно ходили легенды что вот так скажем жители близлежащих деревень могли использовать в уличных столкновениях сельскохозяйственное оборудование вилы коса и прочее 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 в 80-е годы в истории казанской группировок получили название асфальтный период потому что основная деятельность молодых бандитов была дележ асфальта то есть драки ни за что за престиж за имя своей улице основными акциями в ходе которых проходили вот эти самые уличные войны были так называемые доброе утро и добрый вечер дело в том что целью каждой группировки было так скажем поколошматить как можно большее количество народу из противоборствующей группировки а в какой момент можно найти больше всего ребят подростков на улице в одном месте когда они идут в школу или в училище или когда они возвращаются из училища и со школы поэтому утром группировщики бегали к школам которые располагались на враждебной территории и молотили своих врагов под крики с доброе утро а вот вечером скажем проворачивали точно такую же акцию ну и наконец соответственно те группировщики на которых делали набеги они занимались защитой своей территории патрулировали и встречали так скажем поздравляющих и поздравляли их в ответ казанские группировки отличались очень сложными социальными практиками которые в каком-то смысле были без прецеденты для всех других аналогичных преступных образований молодежных во-первых это и уникальная иерархия которую я уже говорил во вторых это символика в третьих это очень сложное присуще только для казани дихотомии разделение всех уличных подростков на пацанов и не являющихся таковыми пацанами могли считаться только члены группировок и только они имели 80-е годы в казани возможности носить хорошую красивую одежду ходить на дискотеке знакомиться с самыми красивыми девушками а потому что у человека который не состоял в группировке у него просто не было возможности силой защитить себя потому что один в поле не воин а там где воинов несколько это уже превращалось в группировку и человек не состоящий вот в таких уличных сообществах он был в известной мере бесправен потому что у него легко можно было что-то отобрать обидеть и конечно это была одна из причин почему обычные ребята к эти в эти группировки тянулись потому что всем хотелось быть пацанами всем хотелось красиво одеваться всем хотелось ходить на дискотеке а не сидеть по своим домам когда у молодого человека формировалось представление о том что он бы хотел вступить в группировку он проходил через так называемую процедуру подтягивания то есть вступление в полюбившуюся ему контору ну понятное дело что как правило подтягивались те группировки которые территориально находились наиболее близки конкретному подростку или же в те группировки где у подростка могли находиться уже старшие товарищи старший брат ну или в крайнем случае в какой школе учился вот на территории этой школы какая группировка есть а туда ребята и подтягивались как правило дело это было свободное а в крупные престижные группировки которые отличались большим количеством агрессивных участников вроде грязи жилки того же теплоконтроля там еще кого попало не брали устраивали отбор и как правило этот отбор он включал в себя процедуру из собеседования ну что-то вроде спарринга но собеседование спрашивали не участвовал ли потенциальный соискатель место в группировке в каких-то порицаемых делах ну например не сотрудничал или желающий вступить в группировку с милиции не жаловался ли он учителям нет ли у него каких-то близких связей с сотрудниками милиции потому что все вот эти факторы они препятствовали вступление в группировку если ничего такого не было то спрашивали у потенциального кандидата нет ли у него знакомых группировки которые могут за него поручиться если таковые находились то вступление было практически делом уже решенным ну и наконец последняя процедура как правило предлагали вступить что-то вроде спарринга тренировочного боя или же соискатели могли просто избить нескольких несколько участников группировки здесь побеждать никакой нужно не было нужно было просто показать характер не убежать не скажем демонстрировать слабости после этого подтягивание считалось завершенным и обычный парень становился членом группировки приобретая вместе с некоторыми привилегиями о которых мы говорили целый ряд обязанностей вот основные обязанности изложены в пункте 4 это посещение во-первых сборов сбора группировщики проводили каждый день как правило вечером часов в пять-шесть в некоторых экстремальных случаях когда группировка вела войну сбора могли происходить несколько раз день выделялись обычные сборы которые можно было пропускать по уважительным причинам ну например болезнь мамы или нахождение в милиции или участие спортивных соревнованиях и строгие сборы которые пропускать было нельзя ни в каких случаях единократный пропуск сборов становился основанием для дисциплинарных взысканий опять-таки для нанесения побоев а многократный пропуск сборов давал повод для отшития то есть исключение из числа группировок досуг группировщиков надо сказать не отличался особым разнообразием это драки про которых уже мы уже говорили и из культурных мероприятий можно отметить дискотеки и спорт спортом заниматься группировщики любили в основном от какие-то боевые направления бокс борьба вообще физическая культура приветствовалась нездоровый образ жизни наоборот порицался на для рядового группировщика пить и курить было нельзя хотя конечно так называемые авторитеты старшие ребята и пили и курили но просто делали это не особо открыто рядовых же участников за это били ну и в крайнем случае могли исключить ну и наконец-таки дискотеки еще одна привилегия уличных пацанов потому что не пацан скорее всего на дискотеке был бы избит а для пацанов же наоборот это была обязанностью посетить дискотеку так сказать обозначить присутствие своей группировки продемонстрировать ее мобилизационный потенциал и про пропуск таких культурных мероприятий он тоже мягко говоря не приветствовался наконец отшитие из группировки когда в каких случаях оно могло происходить но во первых за проступки о которых мы уже говорили помимо употребления алкоголя табака и прогулы сборов одним из самых страшных проступков был побег из драки уклонение от насильственного столкновения потому что ну способность постоять за себя способность проливать кровь махать кулаками арматуры она уличными пацанами очень ценилась а также существовала строгая обязанность для участников группировки на улице представляться то есть если условного пацана с улицы ходит октаж останавливали на соседней улице павлюхина его спрашивали где ты живешь с какой-то улице он был обязан ответить честно сходить октаж следующий вопрос следовал при делах или не при делах и и под этим вопросом пряталась обозначение состоит ли остановленный молодой человек в группировке и здесь нельзя было отмолчаться нельзя было сказать что не при делах потому что как правило группировки были связаны между собой старшие представители группировок общались дружили и всегда можно было навести справки про конкретно подростка состоит он или нет и если например подросток отрицал свой статус принадлежности группировки на самом деле являясь группировщиком то его из группировки могли исключить за малодушие опять-таки его при этом избивали если же при ответе на вопрос парень отвечал что он действительно принадлежит группировки то тогда был риск того что если он столкнулся с врагами своей улице то его могли избить достаточно сильно ну и бывало даже до смерти да хотя него не очень часто но многие предпочитали быть забитыми на враждебной улице чем быть отшиты со своей наконец можно было выйти из состава группировки и по уважительным причинам здесь можно выделить две основные причины первое это если подросток достигал 18 летнего возраста уходил в армию и по приходу из армии он уже в составе группировки был находиться не обязан но и вторая причина казань активно расстраивалась старые районы расселяли строились новые районы горки азина квартала в казани прекрасно знаем что это такое но по сравнению со старым городом это району новое и часто туда уже переезжали ребята 80-е годы которые состояли например в группировках в ахитовского района и конечно переезд становился препятствием для посещения сборов для участия в активной жизни группировки это тоже оставалось такой уважительной причиной для выхода чтобы можно было войти уже в состав какой-то другой преступной организации которая складывалась уже по месту новые так скажем дислокации подростка сегодня мы с вами познакомились с бытом казанской группировок восьмидесятых узнали нового интересного до новых встреч а а а а а у Продолжение следует...